Приветствую вас, Карина. Ну, вообще говоря, ситуация ваша, она, конечно, не приятная, вне всякого сомнения. Вот. Но не совсем понятно в то же время, чего вы хотите от нас, от психологов, в данном случае. То есть угадать, конечно, можно, чего вы хотите. Хотите вы, наверное, чтобы мы вам помогли разобраться в себе. Это понятно. Но, что вы сами готовы сделать для этого, и готовы ли вы что-то делать для этого, это вот большой вопрос. Если честно, как бы здесь вот не ясно, да, потому что, ну да, вы запутались в себе, вы запутались в своих желаниях, но у этого есть причины. Например, например, проблемы с личной ответственностью делать. Попытка переложить ее, личную ответственность, мало человека. Перекладывание на него ответственности за то, что вы делаете, да, вот. Не принятие человека таким, как он есть полностью. То есть вот он не хочет ничего добиваться, то вы к новым году. Но это его право, это его выбор, он вот такой человек. Почему он должен что-то менять, не очень понятно. А вы хотите, чтобы он поменялся, а вы хотите, чтобы он стал другим. Вас волнует то, что родители обижаются, и вас волнует то, что вы, может быть, не получите ту семью, которую хотите. Вот. И вот с тем, что для вас значат эти желания, чего вы хотите, опять же, почему вы выбрали такого человека, с которым у вас ничего не получится. Нужно разбираться. На мой взгляд, вы подсознательно выбрали такого мужчины, чтобы не создать с ним семью, а чтобы остаться с родителями. Потому что родители достаточно сильно имеют привязку эмоциональную к вам, вот. Ибо очень обижаются, что вы не хотите развиваться и уезжать из города. Хотя казалось бы, какое их дело, живете как хотите, взрослые, как бы никаких проблем нет. Ну и вы тоже, с своей стороны, как мне кажется, эмоционально привязаны к родителям. Соответственно, вы будете подсознательно выбирать таких мужчин, с которым у вас ничего не получится, и в итоге возвращаться к родителям. Поэтому свой сценарий здесь нужно менять. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.